Друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать о новостях, которые связаны с ипотекой по строительству. В принципе, новости достаточно позитивные. Обязательно досмотрите видео до конца, там я расскажу о некоторых подводных камнях. Поэтому, погнали! Основная позитивная новость – это понижение ставки Центральным банком до 17%. Напомню, что после событий 24 февраля Центральный банк принял решение повысить ставку до 20%. Сделано это специально для того, чтобы снизить спекуляцию на существующем рынке. К примеру, в прошлом году, на конец прошлого года, ставка составляла всего лишь 5%. Но сейчас банк, видимо, видит стабилизацию на рынке и постепенно начинает снижать ставку. Вот 11 апреля она была снижена до 17%. Это говорит о том, что процент переплаты по ипотеке, которую мы берем на строительство дома, постепенно будет снижаться и возвращаться к ставкам предыдущего года. Некоторые из наших клиентов берут ипотеку по текущим ставкам в расчете на то, что сейчас они начнут строительство дома по текущим ценам. А после того, как ставка начнет снижаться и процент по ипотеке будет меньше, они просто сделают рефинансирование. Вторая позитивная новость – это то, что все ставки по льготным ипотекам сохраняются. Вообще, ходили слухи, что в апреле будет пересмотрена ставка, она будет повышена. Но пока этого не случилось. Наоборот, мы видим то, что государство вводит новые программы. Это, к примеру, программа для айтишников, о ней мы чуть позже поговорим. И это говорит нам о том, что, скорее всего, ставки будут сохранены. Есть одна из самых интересных, вкусных таких программ – это семейная ипотека. И если у вас ребенок родился после 2018 года, то вы можете на нее рассчитывать. И если вы проживаете в Новосибирске, то здесь можете взять порядка 6 миллионов рублей по средней ставке 5%. В целом, эта программа также распространяется и на строительство дома. Третья новость – это ввод льготной программы специально для айтишников. В первую очередь, выдвигаются требования для компании. То есть, в ней должно работать не менее 7 человек. Что касаемо человека, который берет ипотеку, то ставка здесь будет 5% годовых. Первоначальный взнос будет составлять 15%. Также можно использовать материнский капитал. Тогда первоначальный взнос будет ниже, он будет составлять 10%. Срок данной ипотеки – до 30 лет. Ну и самое интересное, это, конечно же, какую сумму можно получить. Для городов-миллионников – это сумма до 18 миллионов рублей. Для других городов – сумма до 9 миллионов рублей. Сразу хочу отметить, что программа только-только анонсирована. Ипотека будет выдаваться в Абсолютбанке, а также в Дом.РФ. Мы разговаривали со специалистами банков, никто нам какие-то пояснения конкретные дать не может. Поэтому мы даже не знаем, все-таки Новосибирск он будет относиться к городам-миллионникам. И можно рассчитывать на сумму 18 миллионов рублей. Или все-таки к другим городам, и сумма будет 9 миллионов рублей. Самое основное требование к заемщику – то, что его доход должен составлять от 150 тысяч рублей для городов-миллионников. И от 100 тысяч рублей для всех остальных городов. Пока что анонсируется, что программа будет распространяться только для многоквартирных домов. Но мы, конечно же, держим кулачки и рассчитываем, что нас тоже заметят. И все-таки этой программой можно будет воспользоваться для постройки своего частного дома. И, в принципе, для всей малоэтажки. Достаточно позитивные новости, которые явно внушают оптимизм. И поэтому, если вы планируете строительство своего собственного дома и планируете для этого взять ипотеку, здесь я хотел бы рассказать о некоторых подводных камнях. К примеру, не каждый участок, даже купленный в коттеджном поселке, может подойти к ипотеку. К примеру, вы купите участок, а ипотеку вам не согласуют. То же самое касается и типа дома. То есть, не каждый дом может подойти под эту ипотеку. И не каждый сотрудник банка вас может по этому вопросу проконсультировать. Чаще всего они сухо могут рассказать об условиях данной ипотеки. Здесь я рекомендую обратиться в подходящую строительную компанию, чтобы, во-первых, эта строительная компания была аккредитована в ведущих банках. Помимо этого, компания занималась комплексным строительством. То есть, могла бы вам подобрать подходящий участок, помочь в этом. Построить дом, выполнить озеленение, сделать, в общем-то, все под ключ. Да, ну и я, конечно же, ни на что не намекаю, но наша компания аккредитована во всех ключевых банках, которые работают с ипотеками на строительство. А вот сейчас я как раз намекаю, то что если вы хотите построить дом и воспользоваться ипотекой, то мы вам здесь можем помочь. И я вам рекомендую обратиться к нам за консультацией. Поэтому вы можете позвонить нам по телефону, либо оставить заявку на нашем сайте. Ссылочка будет предоставлена ниже.